Вернёмся к Нуржану Кирминбаеву. Накануне певец или «Карабала», как он теперь себя называет, устроил большой сольный концерт в честь своего творческого десятилетия. На сцене произошло то, чего не ожидал никто. Группа «Перцы» воссоединилась. Нуржан Кирминбаев отметил юбилей с размахом – живым концертом во Дворце Республики. Об этом он мечтал с тех пор, как победил в проекте «Суперстар Киезет». И эта площадка, как выразился певец, – святое место для любого артиста. Какая-то эйфория у меня, прям хочу улететь куда-то. Прозвучали не только его главные хиты, но и дуэты Арнау, и даже Перцев, которые распались семь лет назад. Я не стал эти дуэты петь на моем сольном концерте. Я хотел показать свой путь. Эти коллективы показывают мой какой-то рост. Выяснилось, что четверка два года назад планировала объединиться. У меня на свадьбе, когда ребята прилетели поздравить меня, они выступили с предложением – давайте соберемся опять, а давайте то, а давайте. С течением времени эта идея угасла. Все 10 лет парни общались, и Ренат смело называет экс-коллег братьями. Ченесхан Момышев тоже дружит с Нуржаном с тех самых пор. Год назад только перестал говорить Капкорашка, когда мы им сообщение отправляем. Капкорашка, весело живет. И потом говорит, ты чувак, я сижу с людьми, что ты мне говоришь, типа, поздрослей. Он взрослый уже, у него дети. Мы его Капкор называем. Для нас Капкор. Либо черный брат. Зовет Капкорашка Кирменбаева и Нагима Искалиева, которая и дала ему этот ник, плюс родные и близкие. Ну а зрителей он стал переучивать от этого имени по совету продюсера, когда начал сольную карьеру. Мы обсуждали, где-то я советовался. Звонил в Нагиме Хабдуловне. Она сказала, чтобы непременно, чтобы я выходил под псевдонимом Капкорашка. Стакан Санюрич привел мне такой пример. Иванычки, говорит, были в 16-18 лет, они были, говорит, Иванычками. Но в 35-40 лет их назвать Иванычками, это не очень серьезно. По его словам, Карабала должен был подвинуть Капкорашку. Удалось ли это, судить уже вам.